Юлия Абросимова Юлия Абросимова Юлия Абросимова Белого к розовому. Потом я это отрежу тонкими пластиками, сформирую лепестки. Я никогда не делаю одинаковые два изделия. То есть, если даже мне просят две одинаковые брошки, я не могу ее это сделать. Любимое дело затянуло настолько, что Юлия под себя сделала дома целый кабинет. Удобный стол, шкаф, туда мы еще заглянем. Внутри другого шкафа есть целая витрина с подсветкой. Все очень удобно размещается. Здесь у меня, например, фурнитура металлическая. То есть, отдельно лежат застежки, тоглы они называются. Тоглы серебристые, тоглы бронзовые. Специально для меня сделана была вот такая откидывающаяся часть, чтобы мне было удобно сразу работать над несколькими заказами, как я обычно это делаю. В городе украшения Юлии пользуются популярностью. Через интернет бижутерию себе заказывают те, кто ценит хендмейт, да еще сделанные по собственному эскизу. С каждым клиентом Юлия разрабатывает свое украшение. За ходом работ тоже можно следить в интернете. Наша героиня выкладывает в сеть поэтапное изготовление заказа. Вот сейчас готовит новые фото. Если что-то не понравилось, сразу сказали, заметили или что-то добавили. Все даже малейшие детали из полимерной глины нужно запекать. Печь просто не перестает работать в доме Юлии. Температура 130 градусов. Наши тычинки для лилии запекаться будут 5 минут, а потом мы примерим их на изделие. В саму технологию углубляться не будем. Все заинтересовавшиеся этой техникой смогут найти максимум информации в интернете. Чинки испекли, и пока мы их просто туда приложим, потому что они сейчас в таком вот виде держаться не будут. Нужно будет еще немножко проволочкой оплести. После декрета Юлия собирается продолжать творить. Муж поддержал нашу мастерицу в том, что можно на работу-то и не выходить, а постараться сделать так, чтобы увлечение переросло в бизнес. Над этим и задумались сейчас. А дети? Дети тоже помогают маме. Дети, я вот сейчас занята, мне очень надо срочно доделать этот заказ. Развлеките маленького. И они такие молодцы, идут и развлекают. Муж мне покупал подставочки вот такие под украшения. Поддержка семьи очень сильно чувствуется, да. Александра Высоцкая, Николай Банько, Утренний экспресс.